Наконец-то начинается ваш любимый вечерний эфир на теле радиоканале Страна Айбэма и здесь в этой студии, как всегда, мы и Майк Войс! И Маш Новый! Вы даже не представляете, что здесь происходило сейчас! Здесь вот был крематорий, а вот он бах! Крематория раз и нет! И сейчас будет тотальное перерождение в этой студии, перерождение юмора и вообще красоты, женственности, обаяния и, конечно, харизмы, потому что у нас сегодня просто бомбическая гостья! Миша, давай, ты на правах мужчины! Пожалуйста, представляй ее! Пожалуйста, Лилия Абрамова! Блогер и талантливая актриса! Лилия! Лилия, как титан отобегает от нас! Тут я задвину сам эту купеную дверь нашего паскарта! Я очень рада! Привет! Здравствуйте! Прошу вас! С мужчинами вот так, значит, нужно, правильно? Как у тебя настроение? Спасибо, хорошо! У нас потрясное, потому что мы тебя ждали очень давно, безумно! Да, правда, мы безумно хотели с тобой познакомиться лично, пообщаться! Мы с Мишей являемся твоими тайными, может быть, ну и теперь уже явными подгонниками! Явными! Это каминал! Смотрим все твои видео, все твои вайны! Поэтому сегодня целый час будем говорить только о тебе! Ты не против? Класс! Вообще не против! Ну все, Лилия, смотри, у нас есть такой традиционный вопрос, как научиться относиться к жизни с юмором? Поделись, пожалуйста! Может быть, у тебя есть, да, какой-то такой секрет, лайфхак? Как ты это делаешь? Я даже предположу, вот у тебя, Лилия, на голове желтые очки, нас многие просто не видят, а слышат! Но не розовые, смотри! Вот, может быть, ты как-то через желтые рей-бены на все смотришь, нет? Ой, ты знаешь, это, наверное, надо родиться в моей семье или в какой-то подобной! Это вообще с молоком матери! У человека юмор, он или присутствует, или отсутствует! Вот, я только хотела узнать! Понимаешь, я даже в самой жуткой ситуации, я все равно, вот, мне желание поприкалываться! Вот в самых страшных моментах жизни у меня все равно, не знаю, как это объяснить! Ко всему надо относиться проще! Ну, смотри, вот ты говоришь правильно, что ты воспитала все это с молоком матери! Ну да! То есть, прям с детства! Ну, у меня семья такая, да, у меня очень веселая семья! То есть, подожди, а ты была хулиганкой, ты все время что-то откалывала? Да, постоянно! Такой привычной девчонкой! Нет, 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 я знаешь, как я в семье была очень примерным ребенком! Так! Выйдя из дома на улицу, в школу, ну да! Лиля, тогда сразу вопрос, какие самые большие проблемы ты приносила своим родителям в дом с улицы, придя из школы и прочее? Нет, я шкодила так, чтобы мама об этом не знала! Ну, а как родительские собрания? Что ты еще и завчится? Вызов в школу, директор! Ты знаешь, у меня мама вообще не ходила никогда на родительские собрания! Участковый сразу приходил домой или что? Нет, нет, не так все плохо было! Нет, ну шкодила! Шкодила! Но маму мою боялись приглашать на родительские собрания! Лиля! И тревучая! Ну, смотри, они знают твой такой, может быть, интересный характер, но наверняка родители все время догадываются о том, какой твой ребенок! Они знают на 100%, даже если ты дома принежный и привычный! Конечно, скажу одно, за меня не было стыдно! Как за девочку, за меня никогда не было стыдно! Ну, скажи, они куда-то пытались направить твою вот эту буйную энергию? Не знаю, там, в какое-то творчество или куда-то еще? Слушай, я закончила Высшую Академию Танца! Вот! И детства-то не было, собственно говоря! Подожди, Высшая Академия Танца, а какое направление? Артисты Ансамбля Народного Танца! То есть русские народные, вот эти весь ключи! Ну, не совсем русские, потому что это было не в России! Но и русские народные в том числе! Ну, когда-то это была одна страна! Да, танцы Дружбы Народов, скажем так! Танцы Дружбы Народов! Ну, подожди, а потом это как-то перетрансформировалось? Не знаю, может быть, уже что-то современное? Во что я бы перетрансформировалась? Эротический танец? Нет, нет, это вообще вся тема не про меня! Затем я закончила Театральный художественный институт! Актерский факультет! Так, и вот как раз на этом факультете те-то танцы пригодились! То есть я хочу понять, сейчас-то польза от того отсутствия детства какая? Ты знаешь, просто хорошо знаешь свое тело! Ты всегда можешь его воспользоваться! Знаете, я бы вот вообще, я бы вот в принудительном порядке в каждую общую образовательную школу для девочек внесла бы предмет танец! Вот я абсолютно согласна! Я тоже, кстати, занимала детство 16 лет! Лиля, я поддерживаю абсолютно на 100%! Потому что, ну, девушка, она должна быть женственная! Она должна знать, как управлять своим телом! Когда вот в эти самые моменты сегрегации в классе, в школе, когда вот девочек уводят на танцы, что делать, собственно, нам? Мальчикам? Да! Какие-то силовые виды спорта, то есть это, я не знаю, что-то такое, при помощи чего мальчик бы мог защитить хотя бы себя! А, для начала, да? А уж потом, девочки! Что-нибудь такое! Те самые знаменитые стрелковые курсы, дорогие друзья! Ну, может быть, хотя бы так, да! Друзья, я думаю, мы сейчас будем с вами пристреливаться! И вы никуда не переключайтесь! Да, сейчас мы уйдем буквально ненадолго, на несколько секунд, а потом вновь вернемся! Лиля Абрамова сегодня у нас в гостях! Юху, друзья, мы продолжаем! «Татарка-ФМ» сегодня на «Стране-ФМ»! И здесь мой Майк, мой Смаш, новая! И, конечно же, шикарная Лиля Абрамова! И искрометная! Вот, Лиля, интересно, вот вы заметили, что юмор, он либо есть, либо нет! А есть вообще такое подразделение, как женский юмор! Вообще, стоит ли выделять? Стоит ли, да, это вообще как-то подразделять! Поясню, поясню! Вот, допустим, включаешь КВН на небезызвестном телеканале, и там есть особенность, что есть уникальные женские команды! И, конечно, их творчество отличается от общего! Вообще, можно ли разделять юмор на женский и мужской? Или нет? Я бы не стала! Так! Потому что все-таки женщина, ну, все-таки слабый пол, и у них всегда, как правило, юмор слабее! К ним, ну, все равно отношение такое более снисходительное! Не, лупить так лупить, а у них, ну, как-то... Ну, не знаю, может, я ничего такого не видела! Подождите, ну, а есть... Я про КВН! А, окей! А есть для девушек какие-то запретные темы, на которые, ну, лучше все-таки их не трогать и не ворошить? Ну, да! Например? Ну, для меня, во всяком случае! Ну, что касаемо какой-то личной гигиены! Ага! Что-то какие-то такие... Вот эти векальные истории! Заметь, это ты сказала! Я имела немножко другое в виду! Я взял это на себя, конечно! Ну, в общем, да! Вот! Ну, и что-то такое в плане секса, что-то такое слишком, что-то связано с бананами, какие-то вот такие вещи! Вот я, например, сортирные какие-то делаю истории! Вот я нет! То есть, как клипе Ибица, ты бы вот не хотела в этом биодолике! Это ужасный ужас! Я вообще в шоке! Хотите, мы об этом поговорим? Вполне может! Подождите, а почему мы не хотим? Подождите! Мы хотим! Просто у меня увидел мой младший сын! Так! Ребенку 6 лет! Ага! И он сказал, мама, ты это видела? Я говорю, нет! Он говорит, мама! Посмотри! Как не стыдно такое снимать! Как этому дяденьке было не стыдно в этом сниматься! Вот это да! Вот я сейчас скажу, да! Причем с превеликим уважением отношусь ко всем участникам! Так! С огромнейшей любовью отношусь к Саше Гудкову! Но я не знаю! Блин! Ну а почему? Они все на меня обидятся! Ну это же стёк! Теперь-то Алилия! Ну это же стёк! Ну а что делать, знаете? Блин, нет! Или вот эта грань! Вот эта тонкая грань, они не перешли, получается! Ты понимаешь, если бы это было бы вот чуть-чуть по-другому! Вот просто сцена туалета! Вот! Все остальное норм! Ага! Так! Да! Люди, конечно, собрали просмотры, но я бы такие просмотры не хотела! Ну подожди, это ж хайп! А вот на что ты готова ради хайпа? Вот чтобы прославиться, так прославиться! Нет, ни на что не готова! У меня вообще никогда нет такой тенденции хайпить! Я просто делаю то, что мне хочется делать! Ну вот ради популярности, не знаю, ради известности! Или никогда не было такой цели стать, не знаю, блогером номер один в России? Нет! Тогда интересно, как ты пришла вообще в эту стезю? Случайно! Вообще случайно! Когда у тебя все началось? Проспорила сыну спор! Семь, потому что старшим его сняли! Да, возвращаемся в прошлое, что это был за спор! Это интересно, да, что за спор! Можно ли было делаться бутылкой коньяка с сыном? Не, ну у нас обычно там более все, знаешь, примитивное! Ты моешь посуду месяц, я там что-то еще! Да просто фигня из-за какой-то актрисы, который в какой-то фильм шел! Причем я, по идее, вообще-то выиграла! Я назвала ее другим именем! Она имела именно ту актрису! А, это вот эта рыжая, она снималась в том-то и в том-то фильме! Он говорит, нет, мам, ее зовут Ай! Я говорю, да нет! Короче, мы поспорили, но по факту проспорила я! И в итоге что это была за актриса? Я уже сейчас не помню! Не надо ссориться со всеми до конца! Не надо! А то мы сейчас тут драться начнем! А я люблю поспорить, мы с ним два барана, мы как начинаем спорить! А спор это какая была? Он говорит, мам, мы будем делать, полгода будешь делать то, что я тебе скажу! Я думаю, что я еще не делаю, я и так все делаю, ладно! Он говорит, будем снимать? Я говорю, будем, я думала, его будем снимать! А по итогу оказалось, что это меня! За три дня вышли, 20 видосов отсняли, просто так, с одного дубля! Просто, знаешь, вот что, пригорело уже в жизни! То, что они бесят по-настоящему! Знаешь, вот какие отношения в семьях, то есть такая черная сатира! Ну, между детьми и родителями или такие темы? Да, у нас такое было, что-то, может, еще, я уже сейчас не помню там! Я говорю, кто это увидел? Он говорит, ну, мои друзья, ну, сколько там? Ну, 300 человек! Все-то вхожи в дом, все-то знают! Все 300, конечно! Все 300 каждый день! Представьте себе, не каждый день! Пошли, вышли, день прошел! Проходной двор просто! Да, да, да! Вот, и... А потом получилось то, что получилось! И людям понравилось! И закрутилось, завертилось! И, кстати, мы тебя поздравляем! Три миллиона подписчиков! Сегодня, друзья, сейчас такое легендарное событие! Отметим это песней! Телезрители, радиослушатели, вы вот спросите, вот, чего мы молчим, да? Вот, кто у нас сегодня в гостях? А я вам отвечу, у нас сегодня Лилия Абрамова! Еще три миллиона ее подписчиков, которые сегодня, вот знаете, взяли и образовались! До этого не было трех миллионов, а теперь три миллиона, как-никак! Оп! И вот они! Ну, Лилия, ну, скажи, ну, как-то отметили это событие в кругу семьи, сыновьями? Ну, три миллиона все-таки, радостное событие! Ты знаешь, радостное событие было, знаешь, вот для меня, когда их было сто! Когда их стало сто! Сто тысяч? Сто тысяч я набирала в течение года! Так! Потому что очень много было фейков! И вот когда это стало сто! Подожди, фейковых страниц, правильно? Фейковых страниц, да! Вот когда их всех победило, как-то раз сто! И после ста сразу... Ну, подожди, они быстро возрастают? Или надо постоянно, кропотливо, ежедневно поддерживать вот эту вот топку? Маша что только не делает! А что делает Маша? Давайте так перефразируем! И они собаки не растут и не растут! Что же делать-то? Собаки у меня растут и кошки растут! И кошки растут! Просто качественный контент и все! И для меня три миллиона? Классно, ну, три миллиона, я не собираюсь это отмечать! Ну, как-то, ну, три, да, это норма! По мне, я думаю... Шесть, девять, десять, у тебя есть какая-то любимая? Да, просто три Волгограда, подумаешь просто, три Волгограда! Нет, у тебя есть цель, к которой ты стремишься? Не знаю, там, победить Ольгу Бузову по количеству подписчиков? Нет, вообще нет! А мы ее привели! Снил, уходите! Илья, давай, Илья, ко мне! А есть вообще какая-то конкуренция между блогерами у нас в России? Нет, я не вижу, не то, что я не вижу себя конкурентом... Нет, я просто самая старая! Они просто для меня все дети, я радуюсь их успехам! Вообще нет, для меня... У меня вообще отсутствует напрочь чувство зависти во всем! И это прекрасно! Если я вижу, что это классно, я скажу, супер, умничка! А если что-то захочешь, матери вон мне позвонишь, посоветуешься! Нет, подожди, а если... Подожди, а вот важный момент, а если ты видишь, что реально непрекрасный? Если спросят, скажу! Какой-то бред! А вот если не спросят, скажешь ему честно? Нет, зачем? Если меня не спрашивают, зачем мне поговорить? Если меня спросят, я скажу! Что ты тут снимаешь? А вот, кстати, классно, давайте по-серьезски, вот классный вопрос мы затронули. Вот мы до этого говорили о гранях допустимого-недопустимого в том же самом юморе. Говорим про тех, кто являются, ну, являются конкурентами, да, ну, хотя бы не так, из того же самого цеха, из той же самой лавочки. И все-таки, наверное, есть какие-то тренды, которые им свойственны, а тебе нет. Как ты вообще вот смотришь, ты в мейнстриме или не в мейнстриме? То есть есть какие-то вещи, которые они могут себе позволить, а ты не хочешь себе это позволять. То есть как быть вот и миллионником, и быть модным, и как существовать? Ты знаешь, вот я поняла, про что ты вообще спросил сейчас. У меня есть определенные какие-то рамки, сквозь которые я стараюсь не вылазить, но уже потихоньку расплываюсь. Угу. Потому что, ты понимаешь, я думаю, какая аудитория у меня, вряд ли еще есть у кого-то еще. Так. То есть я вот захватила, наверное, все национальности бывшего Советского Союза. Угу. Это Средняя Азия, это Кавказ. То есть благо, это люди, у которых хорошее чувство юмора, которые меня чувствуют, которые мне верят. Просто у меня есть такие персонажи, которые не всегда себя, вернее, как правило, некрасиво себя ведут. Где-то пошло, где-то еще. И я надеюсь, что они понимают, что это сатира, это не юмор, это сатира. У меня же в шапке написано, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Да, 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 абсолютно. Вот. Могла бы больше, могла бы шире, ярче. Думаю, что-то у меня какая-то цепь, вот она вот сейчас на волосочке, я думаю, она оторвется, наверное, еще больше. Ну, а скажи, а есть уже какой-то сформированный конкретный образ, вот с которым тебя ассоциируют? Ты же все-таки еще и разноплановая актриса, извините. Вот как-то вдруг застрянешь в одном облахе. На сегодняшний день три. Кто-то меня любит, как Гуля, кто-то меня любит, как Анжела, кто-то меня любит, как маму. Да. А есть, которые вообще не нравятся? Вот люди, которые постоянно пишут. Ты с ними как-то борешься? Нет. Какие-то хейтеры и так далее? Или пусть они должны быть в том числе? В том числе какие-то серьезные, может быть, проблемы? Ну да, да, да. Кто-то когда-то что-то вот написал, прям совсем какие-то нехорошие штуки. Нет, ничего такого не бывает. Что-то с ошибками, ну, думаешь, ну понятно. Просто разинтересно, ну вот кто? И там мальчик лет 8-9, понимаешь? Ну, то есть вот так. Ну, ты такую публичную стену позора не делаешь у себя. Как многие, кстати, знаменитости. Зачем? Ну, им не нравится, что праздник плохой говорят. Во-первых, я никогда не обижаюсь. Это раз. Я могу обидеться только на самых близких. Это самый мой близкий круг. Это моя семья, это моя Ира, это мой, например, Ваня и мой Андрюха, например. Так. На других и то, я обижусь только в том случае, если я буду видеть, что меня намеренно обидели. Кто-то, да. Нечаянно, а намеренно. В этом случае да. Но я даже не припомню. А на всех остальных я или злюсь, или вообще никак не реагирую. Зачем? Чего дураков, да, обижаться. Лиля, ну а смотри, вот ты дома, и ты в экране, не знаю, в Инстаграме. Это два разных человека? Или же все-таки это вот ты, но такая многогранная? Слушай, все по настроению. А. Все по настроению, вообще разное. Все время? Вообще, каждую минуту сама, почему-то как выкинуть, думаю, ой, блин, вообще разное. И сама от себя не ожидаешь иной раз, да? Ну да, бывает, что или так. Друзья, я чувствую, сейчас что-то, что-то, Лиля, готова выкинуть. Мы этого не можем допустить в прямом эфире, поэтому сейчас музыку посмотрите, сейчас немножко остынет. Да. Стой я. Стой я. И в студии нас унесли. Собственно, естественно, мы вырывали только один стул нашего гостя. Но не смогли. Но мы будем, да, не смогли. И мы будем, соответственно, стоя. И почему же, Маша, пояснила. А, друзья, потому что настало время для игры. Лиля, вообще азартный человек, любите играть? Нет. Но сегодня у тебя нет выбора по этому. Вы мне много заплатили, поэтому я согласна. Опять ложь. Скажи, ну а сейчас наша игра будет немножко такая интересная. Связана, может быть, даже с оскорблениями, где-то с обвинениями. Вообще часто... А бить можно людей? Бить можно обязательно. Пощечину, как ты, да, вот своего компаньона бьешь со временем. В общем, друзья, сейчас у нас будут придуманы веселые, не знаю, всевозможные обвинения и оскорбления на определенную букву. У нас есть всего 30 секунд. Я что хочу сказать? Я должен здесь пояснить и нашим зрителям, и, Лилия, тебе, потому что... Ну, желательно не материться, друзья. Ты сказала, ты сказала, я ни на что не обижаюсь. Я за язык тебя не тянул. Поехали. Итак, Лилия, тяни, пожалуйста, сейчас карточку. Здесь будет определенная буква. И все, что ты думаешь о Майке Войсе, выражай. Буква? Н. Какой же ты Майк Войс? И поехали. Недоразвитый. Так. Еще, еще, еще пока 30 секунд у нас идет. А я могу отвечать? Нет, нет. Неадекватный. Хорошо. Я тоже могу. Надоедливый. Спасибо. Неразумный. И замечательно. Нюнюсный. Это меня даже не занимает. Нескладный. Нескладный, да. Несовременный. Какой-то ты носогубный. Носогубный, интересно. Не наш какой-то ты. Не нашенский. Да, круто, круто, круто. Классно, унизили Майка Войса. Хорошо, давай. Так, теперь кого унижаем? Лилия? Тебя. А, меня? Лилия, это специальный кубный конкурс, мы никогда не унижаем. Подожди, мы сейчас... Меня, ладно, все, давайте. Унижайте меня. Это будет честно? Если мы Маше скажем что-нибудь. Нормально, нормально. Вполне. Итак, время, друзья, поехали. Унижаем Машу. Сейчас хорошо подумайте, если не работать еще. Давай на букву Х, но только без этого, да? Хатливая. Какая-то так же хатливая. Хаотичная. Лилия? Какая еще, боже, такая? Ой, у меня только одна. Бросит. Хорошая. Нет, надо плохие, давайте. Ты хрустящая какая-то, больно. Хрупкая. Хрупкая. Вы мне какие-то комплименты даете. Ну, типа у вас сломается. Ну, давайте назовем шоще. Хололивая какая-то, хололивая. Вот такое слово. Просто холодец, вот прям, знаешь, вот прям. Знаю, холопупная. У меня был холопу в детстве. Холопупная. Так, еще время идти, вот еще. Давайте, давайте. Лилия, опять то самое слово. Слушайте, пока мне все нравится, друзья. Не могу его выкинуть в голову. Холохупная. Кукуляная игра, послушай. Подождите, а почему холохупная? Это значит, что у меня тут жира много, да? Нет, наоборот. Перекрутила обруч, то есть талия слишком узкая. Слишком, ее нет. Все, я понимаю. Миш, ну что, осмелимся? Меня? Нет. Нет, ну давай осмелимся. Давай осмелимся. Лилия, ты же не против, если мы тебя... Солдат ребенка не обидит, валяйте. Ну, ты можешь нам отвечать. Ну, фильтруйте, ребята. Хорошо. Все, а ты нам отвечай. Я не одна сюда пришла. Окей, итак, поехали. Я. Лилия у нас сегодня какая-то ядреная просто. Ядовитая. Ядерная. Какая-то ягодичная. Да какая-то язычная вообще. А я помню, за нескладного прилетела. Нет, пока ты еще ничего плохого не сказала. Я помню, что мы пришли. Я просто звучит фантазии, ну ладно, и что? Язычная, я сказала. Язычная? Язычная, да. Она шоустренькая на язык, да. Вот это значит язычная. Есть такое оскорбление на странице? Давай. Ты даже от человека, ну, яровая. Яровая. И знаешь, такая ядовитая места... Было у меня. А, было, прости. Я... Спасибо, читайте книги, обогащайте лексикот. Хорошо, обязательно так я прошу. Поехали дальше. Кого теперь? Меня. Майка. Поехали. Итак, три-два-раз. Мне очень нравится Майка оскорблять. У-у-у-у. 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 Дайте я подам вам букву. Вот, все складывается. Все складывается. Хуй-с-хуй. Сейчас узнаем. Итак, у нас У, правильно? Урод. Урод, пожалуйста. Удалец-подлец. Продолжайте. Узконаправленный мозг. Абсолютно. Просто... Узя. Просто... Узя. Узя. Не знаю, почему. Узя. Откуда это в моей голове? У-у-у. Узя. Это вот очень распространенные имена. У-у-у. Есть такое, да. У-у-у. Ну? Да. Да. Зато... Ну что у нас еще на У? На У. Не могу придумать ничего. Урод достаточно. Да, вот это все определение. Слово, которое я писала сразу же. Итак, ну и финальное. Давайте. Давайте. Меня вместе. Повторим. А, повторим. Мишку. Мишку. На Мишку. Ну, конечно, но в чунет. Это что? С. Ох, какой же ты. Что хотите-то делать. Ты целопливый. Я целомудривый. Для мужчины это оскорбление, да? Да. Так, точно. Цыпленок. Ты царапатель. Цюцца. Цюцца? Цюцца, так. Ты целофан. Целофановый. Знаешь, какой ненастоящий как будто бы. Ты такой, вечно, знаешь, такой на цырлах такой. Цырлованный. 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 Ты целодрюк. Не знаю, но будешь целодрюк. Это даже комплимент, если я правильно все понял. Нет, в нашей игре это полное, тотальное унижение, оскорбление. Все. Все, Лиля, ну про раз плохих слов нам не придумать. Посмотрите музыку. Я сейчас кое-что здесь сделаю. И послушайте. Мы скоро вернем. И мы зовем ее по имени Абрамова Лиля. Сегодня у нас в гостях Майк Мойс, Маш Новая. И мы продолжаем. Ну, наоскорблялись вдоволь. Теперь можно и комплиментами друг друга усыпать. Жди, 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 чтобы я тебе сказал, да, что-то после этого. Ну ладно, я хочу Лилю похвалить за потрясающе и интересный разносторонний контент. Скажи, пожалуйста, как вообще, сколько времени уходит на то, чтобы придумать ролик? Не знаю, снять его, смонтировать там все это, отшлифовать и выложить. Как вы все этот процесс построены? Все очень просто. Или уже на автоматизме? Нет, все очень просто. Пока едешь куда-то, к Андрею или домой откуда-то, просто что-то увидел, просто раз, какая-то идея, все. Съемки занимают, если это вайн просто, съемки занимают, ну, час, ну, полтора. А кто снимает? Вы сами? Ну, два. По-разному. Если мы снимаем с Андрюхой, то снимает Андрюха. Если я снимаю себя, то это делает моя дочь Ира, Ира Гавриленко. Это вообще моя там правая рука, там левая рука. Дорогие друзья, я здесь поясню, когда вы видите, как Лилия показывает в стену куда-то рукой, вы просто не видите здесь, собственно, мы не одни. Нас снимают с крытой камерой. Там сидит очень красивая девочка моя, очень скромная. Так заткни уши. Вот. Я присоединяюсь к этому, я сразу, я не могу смутиться, я спиной как раз сижу. Так, вот. Подписывайся. То есть Ириша снимает, монтирует. То есть для меня, то монтирует Ира, иногда монтирует сын, да. Сын. Если с Андрюхой, то это делает Андрюха. Снимает и монтирует. Подожди, а сын какой из старшей младшей? Который реальный, но ты реальный. Реально ты реальный. Старший мой сынок Алан. А, подожди, ты его специально выращиваешь, чтобы он для тебя все эти ролики делал? Да я его, собственно, для этого и родила. И родила. Конечно. Обожаю вот эти сегрегационные глаголы от Маши Новой, я его специально выращиваю. Да. Выращивайте детей, дорогие друзья. Пожелайте свои плоды. Ну ладно, Миш, ну это же юморочек такой. Конечно. Ну ты ничего не понимаешь юмор. Ты это что, дурачок. Извести, по-моему, я волнусь или на одной волне сейчас. Мне интересно, подожди. Ну а дети, они хотят стать блокерами? Они же все время там, я вижу, младший мерит твой парик. Ему так прикольно, он такой весь интересный. Просто игровой, очень темпераментный, это же мой сын. Ну. Нет, не устаю. Если бы старше хотел, уже давно бы стал. Младший, но пока маленький, он просто дурачится. Ну что-нибудь я все-таки с ним сделаю. А ты не хочешь ему завести уже блогера? И когда ему будет лет 18, когда он уже станет? Ну вот есть такая идея, есть, есть. Просто этим же надо заниматься. Подожди, а ты вообще человек по натуре какой? Ну если бы сын старший, вот он этим, я думаю, займется. Вот старший сын. Все. А у меня тоже есть, Илья, предложение, чем нам сейчас заняться в последнюю минуту. Так, ну-ка поделись. У меня есть близ. Думать не надо, ну собственно, как и всегда в нашем эфире. Просто, просто нужно. Никогда это не получалось. Просто нужно что-то говорить. Смотри, две блондинки сегодня в эфире. Все, быстро, Лиля, поехали! Почему две? Три. Для меня самое важное в жизни. Свобода. Идти. Слушай, теперь раз совпало со мной. Идти по жизни с юмором это. Положить на всех. Отлично. Второй раз. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? 2018? 2018. 2018. Ага. Танцевала бы, не знаю. Была бы какой-нибудь танцовщицей. Точно. 2018. Да, в будущем там. Кто? Блин, не знаю. Вот, друзья, это и есть повод дождаться 2018 года и посмотреть. Если бы не юмор, что бы, чем бы ты сейчас занималась? Преподавала бы. Вот. Лиля Абрамова была сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо, живите с улыбкой. Ма-а-а.